Открытие торговой недели фондовая Америка провела в бодром и оптимистичном расположении духа. В понедельник индекс S&P500 достиг второго рекордного максимума подряд, поскольку акции технологических компаний добавили к недавнему росту. Новый день и смешанные корпоративные отчеты заставили базовые индексы разойтись по зонам. При этом сектор технологий продолжает наращивать вес. Аналитики Инстафорекс готовы рассказать о самом важном к этому часу. Это свежие обзоры рынка США. В студии работаю я, Екатерина Стихина. Здравствуйте! Все три биржевых топа Соединенных Штатов завершили торги понедельника ростом, прибавив 0,2,3% в весе. Индекс S&P500 к звонку о закрытии бирж поднялся на 10 пунктов и завершил сессию у значения 4 850 пунктов. Предрыночные торги вторника развели базовые индексы по разным зонам. Под давлением корпоративных результатов оказался Dow Jones, тогда как S&P и NASDAQ продолжили восхождение еще на 0,3%. Что касается торговых перспектив на сегодня, то базовый диапазон движения очерчен в границах значений 4 834-4875. Выход за эти границы диапазона может привести либо к снижению до 4 802 пункта, либо к росту до 4 880 пунктов. Сейчас все внимание трейдов обращено на перспективы прибыли корпоративной Америки после того, как крупные американские банки начали текущий сезон отчетности неоднозначными результатами. В понедельник важных отчетов не было, пусть был и макроэкономический календарь. В результате рост базовых индексов был скорее инерционным. Индекс полупроводников вырос на 0,3% и достиг нового рекордного максимума. А Nvidia прибавила 0,3% и также установила новый рекорд. Технологический индекс S&P 500 вырос на 0,4% и стал лидером среди 11 секторов. Трейдеры ждут тяжеловесов рынка. Netflix, Tesla, Abbott, Laboratories, Intel и Johnson & Johnson должны отчитаться о доходах позже на этой неделе. Microsoft и Apple присоединятся к сезону корпоративных результатов уже на следующей неделе. Что касается премаркета вторником, то он рисовал смешанную картину торговых перспектив. Индекс Dow Jones оказался под давлением, так как корпоративные корпорации, входящие в состав индекса голубых фишек, разочаровали своими отчетами. Результаты во вторник остудили оптимизм рынка. Акции 3M упали на 5,1% накануне звонка после того, как промышленный конгломерат спрогнозировал унылый годовой доход. General Electric потерял 5,6% после того, как производитель двигателей также спрогнозировал мрачную квартальную прибыль. Procter & Gamble снизила прогноз годовой прибыли из-за ослабления роста цен, а также из-за снижения стоимости своего бизнеса Gillette в декабре. Однако ее акции выросли на 1%. Акции United Airlines прибавили 6,8% после оптимистичного прогноза на весь год, что привело к росту более чем на 2,6% акций остальных авиакомпаний, таких как Delta Airlines и American Airlines. Гигант потоковых развлечений Netflix отчитается позже. Ожидается, что в 2023 году компания сообщит об увеличении выручки на 11%. Акции, связанные с криптовалютой и блокчейном, включая Coinbase Global, сегодня также снизились с 2,4% до 4% после того, как биткоин упал ниже отметки в 40 тысяч долларов, достигнув более чем 7-недельного минимума. Доходность казначейских облигаций снова выросла. При этом стоит отметить, что подогреваемые ажиотажем вокруг отчетов акций и мегакапиталов до звонка держались довольно стойко и преимущественно торговались в зеленой зоне. Поскольку чиновники ФРС находятся в периоде тишины, фьючерсы на ставке в марте упали чуть ниже 50%. Ожидания трейдеров относительно смягчения денежно-кредитной политики США теперь перенесены на май с вероятностью 84%. Что касается валютного рынка. Тут общая картина по мажорам изменилась мало. Исключение составила лишь японская иена, которая внутри дня смогла прибавить по отношению к доллару порядка 0,75%, но позже снова откатилась. В результате индекс доллара практически не изменился. К открытию бирж в Соединенных Штатах котировка USDX подошла к значению 103,38. Что касается торгового диапазона на сессию, то аналитики прогнозируют колебания в границах диапазона 103,10-103,50. Следующие цели – 102,70-103,70. Сегодня Банк Японии сохранил политику стабильной после двухдневного заседания, хотя были признаки того, что он может продолжить ужесточение политики позднее в этом году. Если мы получим дополнительные доказательства того, что положительный цикл инфляции заработной платы будет усиливаться, мы рассмотрим различные шаги. Так сказал глава Банка Японии Кацууэда. Рынок воспринял заявление как сигнал о потенциальном ужесточении политики, но вопрос, когда именно, так и остался висеть в воздухе. На наш взгляд, апрель – это самое раннее время, когда они будут рассматривать возможные ужесточения. Напомним, на этой неделе ожидается решение ряда центральных банков, среди которых и Европейский ЦБ. И пока что, чем больше прогнозов регулятора слышит рынок, тем меньше становится вероятность скорого снижения ставок. Что касается канадца, то актив вердикт собственного ЦБ услышит уже завтра. К ключевому моменту канадский доллар подходит, наслаждаясь консолидацией, во вторник до звонка пара USDCAD торговалась у значения 1,3476 или на 0,01% ниже. Что касается прогнозного диапазона движения котировки, то он отчерчен в границах тех же значений 1,3450-1,3490. Канадский доллар торгуется у отметки 1,3480 по отношению к доллару США после того, как ранее достиг самого высокого уровня с 15 января на отметке 1,3416. Ожидается, что Банк Канады оставит ключевую ставку овернайт без изменений на уровне 22-летнего максимума в 5% на политическом решении в среду. Поэтому главным образом внимания рынка будет сосредоточено на прогнозах по инфляции и экономическому росту. Мы ожидаем, что Банк Канады сохранит ястребиную позицию, так как последние данные указывают на устойчивое ценовое давление внутри страны. Ранее представители банка уже предостерегали рынок от чрезмерного оптимизма. Что касается криптовалютного рынка, то тут продолжается свидетельство нисходящего движения. После достижения двухлетнего пика в 49 033 доллара на фоне одобрения ETF, биткоин корректируется и упал уже на 20%. Сейчас актив остается примерно на 45% ниже своего рекордного максимума в 69 000 долларов. Есть признаки того, что киты фиксируют некоторую прибыль. Согласно данным Glassnode, общее количество биткоинов, принадлежащих долгосрочным держателям, сократилось примерно на 75 000 с рекордного максимума в ноябре. К открытию бирж в Соединенных Штатах цифровое золото подошло на 2,6% у значения 38 790 долларов. Что касается перспектив на сегодняшние торги, наши аналитики видят ключевой диапазон движения котировки в границах 38 100 и 39 700. Выход из диапазона может привести цифровое золото либо к движению вниз до 37 500 долларов, либо к восстановлению до 40 200 и 40 700 долларов. Это был обзор аналитиков Инстафорекс на биржевой день. Надеемся, что информация была полезной. Не забывайте подписываться на наш канал для получения ежедневных обновлений. И помните, что мир финансов полон возможностей. Удачных вам торгов и до встречи в следующем обзоре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова